Финальная часть паучьих миров. Да, вы наконец дождались этого. Победят ли наши герои ужасных наследников? Сможет ли ткач скинуть путы, которые так долго удерживали его? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в этом ролике. Кстати говоря, спустя какое-то время на моем канале выйдет эпилог паучьих миров, который расскажет о последствиях всего этого ивента. Присаживайтесь поудобнее и запасайтесь всеми видами паутины, ведь приключение почти началось. Присоединяйтесь к Geek Movies, канал самого крупного супергеройского сообщества ВК Marvel DC. История создания фильмов, невероятные теории под соусом из свежих и актуальных новостей, разборы трейлеров и возможность взглянуть на любимых героев совсем по-другому. Это и многое другое ждет тебя прямо сейчас. Начинается все с 13-го выпуска Удивительного Человека-паука, где наследники извиняются перед соусом за свои ошибки. Дженникс рассказывает, что его фабрика клонов уничтожена, и пока что никому из них нельзя умирать. Брат и сестра докладывают, что они позволили невесте сбежать. Отец просит своих детей замолчать и говорит, что все идет как надо. Отпрыск у них, а вскоре другая невеста придет сюда сами. Ткач подтверждает его слова, ведь так было предсказано. Мы переносимся на Землю 3145 в бункер, где паук Бен рассказывает свою историю о том, что он получил паучьи способности во время научного эксперимента, на который пошел вместе со своим Питером. После чего они с племянником соорудили костюм, и Бен начал становиться настоящим героем, помогая невинным людям. Но была одна проблема. Герои порождают злодеев. Зеленый гоблин раскрыл тайну личности паука и взорвал его дом вместе с Мэй и Питером. Бен думал, что поступает правильно, но на самом деле эти силы оказались проклятием, как он сам теперь утверждает. Поэтому паук этой вселенной сложил костюм и никогда больше не притрагивался к нему. А оказался он в этом бункере из-за некого парня, который рассказал ему о Морлане и о том, что если он не укроется, то скорее всего погибнет. И тут мы понимаем, что Бен этой вселенной не совсем хороший человек, ведь он спрятался, имея огромные силы, пока другие люди погибали. Также бывший герой добавляет, что причиной апокалипсиса стал от Актавиус. Услышав это, Супериор теряет дар речи, просто не веря в то, что Актавиус другой вселенной был способен на подобное. После чего пауки раскрывают свитки, которые Джессике удалось передать. Шелк в этот момент отходит от общей компании. Заметившая это Гвен спрашивает, что на этот раз? Невеста отвечает, что у женщины-паук сломанный телепортер, и она не может выбраться из мира наследников, так как во время своих путешествий Джесс отдала исправное устройство Шелк, и теперь ей необходимо помочь. Недолго думая, Гвен и Синди отправляются в ткацкий мир. Кстати говоря, это одно из самых гениальных в скобочках решений наших дамочек стоит заметить. Возвращаясь к паукам, мы видим, как Отто психует, и, вырывая свитки, пытается расшифровать их с помощью своего искусственного интеллекта в образе Анны. Наш оригинальный Питер удивляется, увидев свою знакомую в виде Ии Актавиуса, и в этот момент Супериор понимает, что, похоже, этот Паркер не из прошлого, а из будущего. Ведь он не был знаком раньше с Анной и не мог удивиться, увидев его, а это значит, что в итоге Супериор проиграет, и Питер вернет свое тело назад. Данная догадка приводит нашего совершенного в некий ужас. В итоге паукам все же удается прочитать надписи на свитках, оказывается, что на них написан некий ритуал, как три жертвы могут остановить рождение любых новых тотемов, и наследникам нужна кровь трех особых пауков. Другого, также известного как Кайн, отпрыска, который уже в руках убийц, и невесты, известной как Шелк. Ребята понимают, что стоит охранять Синди любой ценой, а после чего обнаруживают, что в данный момент она находится в ткацком мире, и при этом, смотря на рисунок, мы видим, как один из пиратов ломает телепортер нашей неудачливой паучихи. Семья в это время чует соблазнительный запах невесты и другого, которые находятся в их мире. Как вы помните, Кайн отправился убивать наследников после того, как увидел смерть Бена. Мы наблюдаем за тем, как алый паук с криком «Я убью их всех» превращается в ужасного монстра, его костюм рвется на мелкие части, а кожа покрывается острыми иглами. В это время Питер вызывает абсолютно всех пауков в команду и отправляться в ткацкий мир. Наши герои идут на финальную схватку. Мэлс сообщает, что он с командой новичков проследует за ними, а паук 2099 молвит, что они тут кое над чем работают в бывшей безопасной зоне, и как только освободятся, прибудут. И вот, когда уже почти все пауки собираются отправиться в ткацкий мир, Бен молвит, что он не может этого сделать. В мире охотников Кайн превращается в просто огромнейшего паука-монстра, раскидывая наследников во все стороны, и добравшись до соуса, он протыкает его своими шипами. После этого два брата отрывают лапы Кайна и пронзают его голову насквозь. Похоже, один из сильнейших пауков пал, но вместе с ним погиб и отец семейства, великий Солус. На девушек тем временем нападают брат с сестрой, прихватив с собой огромное множество разноплановых гоблинов. В бункере наш оригинальный Питер говорит Бену о том, что его дядя был для него настоящим героем, но это не помогает. В итоге инициативу берет Супериор и с криком «Ты жалок!» начинает наступать на Бена, со словами о том, что у них всех есть недостатки, но во всех них есть то, что заставляет возвращаться, это не сила паука делает их теми, кто они есть, это все сила воли. Как ни странно, речь Отто помогает, и Бен встает, соглашаясь пойти на последний бой. Открывая портал, команда пауков отправляется в ткацкий мир. В это время другой отряд проследовал на землю 3123, где изгнанник угрожает Паркером. Спустя слайд мы понимаем, что пауком в этой вселенной является тетя Мэй, которая соглашается на смерть, ведь она прожила хорошую и долгую жизнь, но взамен пусть он не трогает ее мужа и племянника. Нацеливая свое оружие, Карн говорит, что от судьбы не уйдешь, он должен заслужить возвращение в семью. Однако смерть этого тотема будет быстрой, ибо немногим удавалось так тронуть его. Спустя секунду из портала вылетает Эшли Бартон, Панк Паук, Паук Британия, Аня и Индийский Паук. С помощью паутины наши герои обезоруживают охотника, и паучиха кричит, что она знает, что Карн не такой, как его родственники. Все это написано в свитке. И они здесь, чтобы попросить его присоединиться к ним. Убийца кричит, что пауки обезумели, если предполагают, что смогут заключить союз с ним. Ребята начинают давить на то, что его родня не собирается принимать его уже слишком много сотен лет. Карн убивает тотемы в надежде получить прощение. Мы слышим от Британии, что согласно свитку, Карн хотел изучать красоту миров, восхвалять ее, а не сеять смерть и разрушение. Показывая один из манускриптов, Аня говорит, что именно Ткач дал им их, а ведь ему известно больше всех про судьбу. Упавший на колени Карн говорит, что все это время меня окружала ложь, столетия страданий, вся та боль, что я испытал. Ничто из этого не должно было произойти. Моя семья была права лишь в одном. Нет во вселенной более жалкого создания, чем я. На что получает ответ, что каждый заслуживает искупления. Путь будет долгим, но для него это не в новинку, и пауки помогут ему сделать первый шаг. И после чего команда отправляется в портал. А мы переходим к финальному выпуску. Основная команда пауков встречает Гвен и Женщину-паук в ткацком мире. Джессика говорит Питеру, что наследники скрыли шелк, стоит немедленно отправиться в тронный зал. В это время семья собирается проводить ритуал. Да и маскорбит о потере отца. Однако Дженникс вытаскивает красный кристалл со словами, что это Солус, это их отец. Его мысли, его сущность, все, что делает его собой, помещены в этот кристалл. Но так как фабрика клонов разрушена, сосуда для него пока что нет. Перед началом ритуала, великий ткач предупреждает Морлона, что пауки идут за ним. Эра великого тотема подошла к концу. Они чувствуют через свою кровь. Нити паутины доносят это. Часть наследников отправляется задержать пауков. Питер оставляет команду Моралеса на них. Основной отряд следует на место проведения ритуала. Получив кровь Кайна и Шелк, Морлан заносит кинжал над отпрыском, самым юным пауком из всех. С этим порезом все закончится. Новые тотемы больше не появятся, новые пауки больше не родятся, новая эра не наступит. На следующей странице мы видим, как кинжал вылетает из рук убийцы, и Питер просит наступать. Начинается жестокая схватка. Деймос мгновенно ломает щупальца Совершенного Паука. Питер влетает на Морлона, а паук Бен тем временем открывает портал со словами «Я хотел бы помочь, но эта паутина и ее порталы могут переносить отсюда. Мне нужно...» И исчезает. Рядом с воротами открывается еще один портал, и мы видим Карна. Семья радуется его появлению, надеясь, что он пришел помочь им. Но объединившись с пауками, наследник атакует своих родных. Морлон понимает, что все идет не по плану, и он что-то упустил. Нужно закончить ритуал. Осталось лишь добыть кровь младенца. Подбегая к ребенку, охотник скидывает покрывало, и там оказывается никто иной, как голый свинопаук, который производит мощный удар левым копытцем. Оказывается, они с Беном сделали старую добрую уловку с подменой. Взяв ребенка, дядя Бен телепортировался в родную вселенную мальчика. Вставая перед врагом, Питер вызывает Ахару, и на следующей странице мы видим Лео Пардона, который хватает наследника. Мигель изменяется за задержку. Оказывается, все это время они были заняты починкой этого гиганта. Девушка-паук отбирает кристалл, в котором покоится Соулс, и теперь в ее руках жизнь отца Деймоса, а ведь именно он убил ее отца. После мы видим, как Отто со словами «Время принять совершенное решение», для которого «Вы все слишком слепы», убивает великого ткача. Ничего не понимающий Питер кричит, что такого в плане не было, героя не убивают. Увидев смерть ткача, Морлен приходит в ярость и нападает на Питера, начиная высасывать из него жизнь. В последнюю секунду Паркер открывает портал, и они оба проваливаются на землю 3145, полностью зараженную радиацией. Паркер говорит, что если наследник хочет выжить, то пусть отправляется в убежище, а после чего Шелк вытаскивает нашего героя обратно в ткацкий мир. Чуть позже мы видим, как остатки связанной семьи отправляют в радиоактивный мир. Последней следует Деймос, который не понимает, почему они отпускают их и проявляют милосердие. Отмалчиваясь, девушка-паук кидает кристалл прямиком в портал и закрывает его. Охара говорит, что при помощи этой паутины все пауки могут отправиться домой в надлежащее время. И на последнем рисунке мы видим, как Питер Шелк держится за руки, не в силах противиться паучьим феромонам. Последней фразой Питер говорит, что денек был действительно длинным. Ну вот и все, друзья, такой вот финал паучьих миров. Надеюсь, что вам понравилось. Если хотите узнать, что стало со всеми пауками в итоге и смогли ли они вернуться домой, то давайте-ка наберем 4000 лайков под этим видео, и я выпущу эпилог паучьих миров, где также вы узнаете о судьбе Ото Октавиуса в теле Питера, ведь злодеяние, которое он совершил в этом выпуске, не должно остаться безнаказанным, а также о том, кем же является великий ткач. Обязательно пишите свое мнение в комментариях касательно этой истории, рассказывайте о канале друзьям, а также вступайте в мой паблик ВК и подписывайтесь на другие социальные сети. Все ссылки в описании. Пока-пока.